Здравствуйте, друзья! С вами Вадим Прятко, Анатолий Петрук. И сегодня мы хотели бы поговорить о такой группе кровопаразитарных заболеваний, как пироплазмидозы. Что это за заболевания? Какой вред они способны нанести нашим животным? Как их распознать и диагностировать лабораторно? Какими симптомами они проявляются? И, наконец, выявив их, каким образом лечить животное, чтобы сохранить продуктивность и его здоровье. А в некоторых случаях даже жизнь. Давайте разбираться. В природе распространено много одноклеточных микроорганизмов, которые являются безвредными. Но есть и настоящие паразиты, вызывающие тяжелые заболевания, поражая эритроциты скота. Самые распространенные из них это бобезия, тейлерия и трепаносомы. Каков их естественный резервуар и каким образом они заражают животных? Бобезии или пироплазмы переносятся клещами из рода эксодес. И именно через их укусы они попадают в кровь животного. Оказавшись в кровяном русле, через некоторое время, называемое инкубационным периодом, который длится от 12 до 14 дней, они поражают от 8 до 40% эритроцитов, разрушая их. Это приводит к резкому поднятию температуры тела. Она возрастает к 40-42 градусам и долго держится. Ускоряется сердцебиение до 100-120 ударов и дыхание до 70-80 движений в минуту. Гемоглобин, который освободился после распада эритроцитов, через 2-3 дня выделяется с мочой. Сначала он окрашивает мочу в розовый цвет, но по мере прогрессирования заболевания, моча стает все более и более темной. На терминальных стадиях она стает просто бурой, как бы коричневой. Дальше. У таких животных кал запеченный, а также кровь может появляться даже в молоке. Причем молоко стает горьким на вкус. Коровы подавлены, быстро теряют молоко и аппетит. Видимые слизистые оболочки сначала бледнеют, а потом желтеют. Как видите, друзья, клиническая картина достаточно яркая. И сопоставив ее с определенным сезоном, а сезон пика этого заболевания, это поздняя весна, а также начало лета, а также месяцы сентябрь и октябрь, сопоставив этот сезон с клиникой, вы легко можете установить диагноз на пироплазмидоз. Но если у вас есть какие-то сомнения, и вы хотите провести дифференциальный диагноз, то вы можете отобрать кровь из ушной вены и послать ее в лабораторию. Лаборатория сделает мазки и обнаружит, и подтвердят ваш диагноз, или же не подтвердят. Подобная клиническая картина сопровождает и другие кровопаразитарные болезни, которые не часто встречаются или вообще не встречаются на территории Украины, но встречаются в других, более теплых регионах планеты. Вместе с тем, друзья, посмотрите на ситуацию с надулярным дерматитом. Климат меняется, и вместе с переменой климата ранее экзотические болезни для тех или иных территорий стают уже реальностью, поэтому нужно быть внимательным и знать, что при телерезиозе прежде всего поражаются лимфатические узлы. Они стают твердыми, плотными и болезненными. Также развивается диарея с примесью слизи и крови. При этом кровь не всегда выявляется в моче. При отсутствии или несвоевременном лечении больные животные с каждым днем ослабевают, лежат безразличны к окружающим, уши и спина становятся холодными, температура тела падает до 36-35 градусов, появляются судороги, развивается сердечная слабость и животное на 4-8 день погибает. Иногда смерть наступает внезапно на 3-4 день болезни от разрыва селезенки. Итак, диагноз ставим комплексно, учитывая клинику, эпизотологические данные, а также данные лабораторных исследований. При папазиозах под микроскопом в мазках лаборант увидит разрушение эритроцитов. Точный диагноз поможет нам назначить точное и продуктивное лечение. Так каким образом нужно лечить больных животных? Так как паразиты поражают сразу несколько систем организма, а также ряд внутренних органов, таким образом нарушая общий гомеостаз, лечение должно быть комплексным, направленным прежде всего на уничтожение самого паразита в крови, также на восстановление обмена веществ, вывода коровы из состояния интоксикации или токсикоза, а также восстановление кровотворной системы. Прежде всего мы должны уничтожить паразитов в крови. Для этого мы применяем азидинвет. Азидинвет – это комплексный препарат, в составе которого есть диминозен, который ведет к изменению процессов аэробного гликолиза и синтеза ДНК в простейших, что в итоге ведет к их гибели. Второй компонент – это фенозон. Он проявляет антиаллергические и антипериотические свойства, уменьшает проницаемость сосудов. Препарат используют в форме 7% раствора. Для этого флакон с порошком, расфасованным по 0,24 и 2,4 грамма, соответственно, вносят в воду для инъекций в дозе 1,25 и 12,5 мл. Для лечения совак используют содержание флакона 0,24 грамма, а для крупных животных – 2,4 грамма. Подготовленный таким образом раствор препарата вводят внутримышечно или подкожно. Для КРС, овец, кост и лошадей терапевтическая доза составляет 1 мл 7% раствора препарата на 20 кг массы тела, что отвечает 3,5 мг диминозена ацитурата на 1 кг массы тела. Если после введения препарата состояние животного не улучшается, то через сутки повторяют инъекцию препарата в той же дозе. При обнаружении больного животного в стаде всех животных обрабатывают азидином, используя профилактическую дозу 1 мл на 40 кг веса животного. Также, если препарат сработал не так, как бы вам хотелось, то есть не дал должного эффекта, вы можете увеличить дозу в 1,5-2 раза. Но это, если вы уверены в том, что диагноз именно бабозиоз. Но помните, друзья, что суточная доза препарата взрослому животному не должна превышать больше, чем 60 мл 7% раствора. Будьте внимательны! Мясо нельзя использовать в пищу 20 дней, а молоко 3 суток. Если температура тела не снижается до физиологической нормы на протяжении суток после применения азидина, тогда вам следует дополнительно использовать в терапии противовоспалительное нестероидное средство кефен, действующее вещество кетопрофен. Его применяют на протяжении 2-3 дней для обеспечения должного эффекта, то есть нормализации температуры тела. Препарат вводят внутримышечно в дозе 3 мл на 100 кг. Препарат не имеет ограничений по молоку. В некоторых случаях применяют кортикостероиды, например, тот же дексаметазон, но это при условии, если животное не стельное. Далее включаем в протокол фосбевит, как стимулирующие и тонизирующие средства, которые восстанавливают обмен веществ, кровотворение и работу печени. Доза препарата 0,3 мл на 10 кг внутримышечно в течение 5 дней. Если корова остается ослабленной еще в течение 2 недель, курс надо повторить. Каренции на препарат нет. И еще важное. Если препарата более 10 мл, вводим в разные места. Препарат вводят 2-3 раза с интервалом 7 дней. В тяжелых случаях дополнительно используют инфузионную терапию и переливание крови. В качестве инфузии можно использовать разные препараты кальция, тот же бровоглюкин, борглюконат, глюконат кальция или другие комплексные препараты. Также вы можете использовать и должны использовать за 10-15 минут до непосредственного вливания кофеин, бензоат, натрия 20% концентрации, 15-20 мл подкожно. И, конечно же, глюкозу 40% и другие восстанавливающие и антитоксичные средства. Для восстановления работы печени также рекомендуем применять гепатопротектор препарат Корсилин. Доза препарата 1 мл на 10 кг в течение 7-10 дней. При Тейлерезиозе, который встречается в странах Азии, с лечебной целью используют препарат Тейлерсан. Друзья, при своевременном обнаружении и адекватном комплексном лечении больного животного, оно быстро выздоравливает и восстанавливается. Так что будьте внимательны к первым симптомам таких заболеваний. И тогда вы сохраните своих животных продуктивными и здоровыми. До встречи!